Я работаю пиар-специалистом в медиахолдинге Реклама Дайджест. В мои обязанности входит продвижение всех подразделений медиахолдинга, поскольку сам по себе медиахолдинг Реклама Дайджест представляет из себя 10 самостоятельных предприятий с разными направлениями рекламной деятельности. И, в общем-то, я отвечаю за продвижение их на рынке, я координирую их в свою коммуникативную политику, я отвечаю за продвижение, наверное, результатов коммерческой деятельности, как они работают. Ну и, кроме того, отдельным, наверное, пунктом моих обязанностей входит продвижение корпоративной культуры медиахолдинга. Мне доводится, я не знаю, разрабатывать совершенно разную рекламу, да, и выступать и как копирайтер, и как маркетолог, и как вообще пиар-специалист. Я думаю, что здесь, конечно, нужен целый комплекс навыков. Стрессоустойчивость совершенно точно нужна, потому что действительно, когда ты выпускаешься из университета, может, с одной стороны, тебе кажется, что ты ничего не знаешь, но, с другой стороны, ты себя сравниваешь с людьми, у которых нет этого образования, и тебе кажется, ну, я тут вообще, уже я закончила с красным дипломом, я тут все знаю совершенно точно. Ну, как бы, на самом деле, это неправда. Наверное, способность воспринимать критику адекватно, ну, собственно, конструктивную и любую другую, да, делать из этого выводы, не расстраиваться, и, как бы, делать так, чтобы эта критика пошла тебе на пользу. Ну, и, естественно, необходимость учиться всегда, постоянно и всему, потому что наша отрасль такая, что меняется все каждый день, и то, чем мы у нас научили в университете, наверное, никак не может быть гарантом того, что мы будем успешны, если сами не приложим помощь. То, что мы больше всего ругали, это, типа, курсовые, дипломы и вся остальная вещь, наверное, это больше всего и пригодилось. То есть, ну, возможность и необходимость самим находить большое количество информации, обрабатывать ее, когда тебе никто не разжует, там, не положит рот, да, вот это прямо вот серьезно пригодилось. Таким образом, там, появляется какая-то осведомленность о вообще профессиональной литературе, да, о тех, кому действительно мнение, тех авторов, мнению, которым можно доверять и так далее. Пригодилось, наверное, маркетинговое мышление, которым мы все-таки научили на, как-то для социальной коммуникации, за что мне большое спасибо. То есть, действительно, ты видишь все именно в свете маркетинга, там, в свете общественности и так далее. И очень пригодилось, и очень хочется сказать спасибо за преподавательский состав, в плане преподавателей практиков. Возможность учиться у реально, там, успешных людей, которые стали вообще, там, в продажах, там, и в маркетинге, и в рекламе. И, опять же, это какие-то связи определенные, да, вот это все-таки профессиональное сообщество, в котором потом жить и работать специалисты. Вот это, мне кажется, вообще, просто неповзойденная вещь, которая кафедра дает. Я бы посоветовала выбирать аккуратнее в разную профессию, которая станет их будущим. Ну, по крайней мере, по поводу именно сферы социальной коммуникации. Мне кажется, что эта сфера интересная. Почему лично я выбрала рекламу, да, потому что мне кажется, что она находится на пересечении вообще таких разных, не столько, там, дисциплин, сколько сфер, да. Здесь ты можешь быть и журналистом, ты можешь быть и дизайнером, ты можешь быть и копирайтером, ты можешь быть маркетологом. То есть, здесь как бы все зависит только от тебя. Сфера интересов разные пересекаются, да, и возможности разные. Ну, выбирай любую. Наверное, ты можешь стать кем угодно после этой специальности. Все только зависит от того, кем ты сам себя хочешь поставить. Удачи всем, кто поступает.